В эфире новости 24 на 6 канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Осужденный напал на сотрудника Владимирского Централа. Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего Хамзата Аушева. В Централ он попал в 2008 году за разбойное нападение на женщину в центре Москвы. За это преступление уроженец Ингушетии получил 10 лет лишения свободы. Находясь в Владимирском Централе, наглый, дерзкий и неравновешенный Хамзат Аушев стал лидером среди уголовников. Не раз устраивал провокации, за что попадал в изолятор. Там-то сотрудники учреждения и заметили в его руках заточенную проволоку. На требование отдать запрещенный предмет осужденный кинул сына охранника с кулаками. Аушев силой нанес несколько ударов в область ноги младшему инспектору и причинил потерпевшему колотые ранения. В связи с чем сотрудник учреждения проходил лечение. Теперь до 5 лет лишения свободы плюсом пойдет к неотбытой части наказания. Тонут в мусоре. Навести порядок в Александрове с вывозом твердых бытовых отходов пока не удается. Помочь не могут и вынужденные замены глав городской и районной администрации. По данным Ростехнадзора, ни одна контейнерная площадка города не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. При этом Александровский полигон уже не первый месяц принимает городской мусор в долг. Муниципальное предприятие не оплатило за утилизацию мусора более трех миллионов рублей. Подробности в нашем следующем сюжете. Навести порядок на улицах Александрова к первому сентября новой городской и районной власти не удалось. На первый звонок местные школьники шли по привычно зловонным улицам. Например, к этой контейнерной площадке, расположенной напротив детского сада, многие автомобилисты даже не решаются подойти пешком. Мусор выкидывают прямо из окон машин. Ну вот одна такая помойка, это считайте, с деревень. Весь этот софхоз «Правда». Плюс вот этот район тоже. Потому что многие помойки убрали. А куда людям? Они сейчас вот на дороге начали. Это пакет ставят, то там по определенной части они вывозят. Одна помойка на весь микрорайон. Так что, говорят местные жители, сколько ее не убирай, чисто все равно не будет. Похожая ситуация и на других контейнерных площадках города. Осталась одна помойка на весь округ. Приедут, соберут, буквально там, ну сколько, день что ли, к вечеру снова. Делают ремонт люди. Вот я говорю, здесь живут сколько домов? Раз, два, три, девятиэтажка. Четыре дома. Ну, разве могут они уйти? Жители, наверное, все хотят, чтобы город был чистый. Буквально вот 40 километров Кольчугина не сравнишь. Наверное, у власти должен стоять настоящий хозяин, который должен отвечать за то, что он делает. Ну, пока такого вот не появилось. Новый глава администрации района Игорь Першин очень хочет стать таким хозяином. Районный начальник признает, муниципальные контейнеры сегодня – позор города. Еще бы ведь покупали их в далеком 2005 году. Будучи директором спецавтобазы, когда я еще там работал, мы буквально лет 8 назад, или 7, приобретали контейнера новые. Больше после этого никто их не приобретал. Конечно, городской заказчику не хватает мощностей. Ну, машины уже устарели, и народ как бы немножко подразбежался. Муниципальное предприятие «Госстройзаказчик» – правоприемник спецавтобазы, доведенные до банкротства прежней районной властью. Был на ее балансе городской полигон, но и его довели до разорения, и год назад уступили в аренду частнику – фирме «Радуга». Ну вот беда. Директор свалки заявляет, за прием мусора муниципальное предприятие уже который месяц подряд не платит ни копейки. Около трех миллионов нам должно городское предприятие по обслуживанию, которое занимается вывозом мусора. Все обещают оплатить, но пока оплата не видно. Частный полигон пока продолжает принимать мусор на безвозмездной основе. Но как долго это продлится? Одни только рвы, выкопанные по всему периметру, обошлись инвестору в копеечку. Мы выкопали зимой гров вокруг полигона, его не было. То есть приобрели поливомоечную машину, чтобы можно было заливать какие-нибудь локальные возгорания. Большой бульдозер, чебоксарец, 58 тонн весом. Он ровняет полигон, он его утаптывает, запрессовывает. Дальше приобретут два малыша, Т-170 у нас. Они работают постоянно. После закупки техники за все лето здесь не было ни одного пожара. Еще бы деньги за собранный мусор, муниципалитет потихоньку начал платить. Но, как выяснилось, делать этого никто не собирается. Вместо этого новый глава администрации района поддерживает идею забрать полигон обратно в муниципальную собственность. А после передать его спецавтобазе, предприятию, проходящему стадию банкротства. Фирма разорилась, хотя содержала в свое время полигон, приносящий прибыль. При этом муниципальная контора, у истоков которой в свое время стоял сам Игорь Першин, довела полигон до плачевного состояния. Компенсировать затраты на неучтенном мусоре можно, по крайней мере, через полигон. И уже это будет предприятие хотя бы в ноль работать. Отбирать полигон при поддержке районной власти муниципальная фирма «Банкрот» намерена через суды. Ну а пока спецавтобаза и фирма «Радуга» судятся, горы мусора в городе только растут. А полномочия по уборке мусора город передал районной власти. С них и спрос. Даже я вам скажу, из тех вот проверок, таких гор мусора, которые были в Александрове, в центре города, ну, я вам так скажу, до, я видел, ну, чуть ли не до второго этажа. Как сообщили нам в Ростехнадзоре, ситуацию с Александровским мусором на личный контроль взяла губернатор Светлана Орлова. Первое, что нужно сделать, пусть она недооборудована, пусть там пока, значит, но, или на контейнерах, или на самой площадке. Ну, повесьте, согласно правил благоустройства, должна быть табличка. Контейнерная площадка, гострой заказчик, значит, график вывоза. Белый дом на исправление ситуации дал местным властям всего три недели. В конце сентября в Александрове будет проведена повторная проверка Ростехнадзора. Тогда-то и будут сделаны выводы о работе новых муниципальных чиновников. Евгений Луктёнов, Артём Горчаков, Константин Миронов, Шестой канал. Открыли Декаду митингом. Областная организация «Дети войны» и «Городские власти» проводит цикл мероприятий, посвященный старшему поколению. В планах тематические концерты, выставки и конкурсы для детей. Декаду сегодня открыли митингом. Подробнее Алексей Соков. Когда началась война, Тамаре Ивановне было семь. Приходилось и дрова колоть, и траву косить, и маленьким братишкам и сестрёнкам пропитание добывать. Отца забрали на фронт, а мать круглыми сутками на заводе ковала по обеду. Когда подросла, было 11 лет, я ходила вместо матери на сенокос, сенокосили, всё делали, вот и то. Так что всё вспоминаем, и голод, и холод, всё прошлое. И после войны этому поколению тоже было не сладко. Они поднимали страну из руин. На их плечи легла ещё одна функция, детородная. То, что мы сегодня стоим, наше поколение стоит, говорит, думает, работает, мечтает. Это этим мы обязаны вашему поколению детям войны. Сегодня городское отделение детей войны насчитывает 15 тысяч человек, а в области их более 70 тысяч. Именно для этих людей городские власти вместе с общественной организацией и задумали цикл праздничных мероприятий. Те события, которые проходят в последнее время, они показывают, что, к сожалению, вот эта историческая память, она есть не у всех. И снова есть действительно угроза разрастания и военных конфликтов до масштаба очень-очень большого. Важно, чтобы о войне услышало как можно больше представителей молодого поколения. Но главное, для чего собрались на Соборной сегодня, поддержка закона об особом статусе детей войны. Проект затерялся в коридорах Госдумы. С трибуны убеждают, в этом есть политический подтекст. Сегодня пришли сюда, значит вы верите, что закон будет принят. Во многих областях он уже принят. На уровне области и детям войны выплачивается. К сожалению, в Госдуме Единая Россия препятствует принятию этого закона. Но все-таки мы надеемся, что он будет принят. Обидно детям войны из-за еще одного обстоятельства. Ими стали пользоваться в политических целях. Последний пример рассказывает председатель областной организации «Дети войны» предвыборной страсти в Коврове. Откуда-то взялась заболотная, которая никогда, я ее и слышать не слышала. И вдруг у нее организация «Дети войны-33». Я считаю, что «Дети войны» это всех, кто ими будет заниматься, кто будет для них вот такие мероприятия проводить. А вот со стороны Владимирской мэрии исключительно помощь. Декада, посвященная детям войны, открылась тематической экспозиции в Центре культуры и искусств на Соборной. Алексей Соков, Константин Миронов, Шестой канал. Дождались. Сегодня было объявлено, что во Владимире начинается капитальный ремонт первых 12 многоквартирных домов. Правда, адреса названы не были. Да и речь пока идет только об установке информационных счетов. Между тем, пришла пора управляющим компаниям проходить лицензирование. Но во Владимирской области эта работа не началась. Почему? Узнала Александра Янин. Жители недоумевают, почему, когда говорят о капремонте, в первую очередь речь заходит о крышах. Разве латание одной кровли является капитальным ремонтом всего дома? В департаменте ЖКХ в ответ тоже удивляются, как собственники многоквартирных домов не понимают очевидного. Мы не можем объяснить людям, что вот мы сейчас начнем ремонтировать там подвалы, хотя это тоже мы будем делать, и менять лифты в первую очередь. Если у людей течет над головой, они не понимают, это первое, что надо делать. Поэтому мы принимаем такие решения. По 6,50 население дает неохотно, поэтому неплательщики будут с Нового года платить еще и пение, пугают чиновники. Между тем, во Владимире с приходом осени на 12 домах должен начаться ремонт. За качество работ спрос будет строгий, обещает обладминистрация. Придираться будут по любому поводу. Первым делом подрядчик обязан поставить информационный щит. Мы поставили условие, что на дом не заходишь на капитальный ремонт до тех пор, пока ты не проинформируешь жителей, что делается, кто делает. Все телефоны, вплоть до мобильных, всех подрядчиков, заказчика, фонд капремонта. Про аварийные дома. Во Владимире они в основном в историческом центре. Расселение идет медленно. Строить здесь может и престижно, но застройщикам невыгодно, потому что новостройки не могут быть выше трех этажей. Разработана программа. К сожалению, она реализуется не так активно, как бы нам хотелось. Это развитие застроенных территорий, где выставляется на конкурс земельный участок с обременением. То есть выигрывает застройщик, который обязан за свой счет расстелить аварийный жилищный фонд, который расположен на этой земле, которую он хотел бы приобрести. Отдельный разговор про прав компании. С 1 сентября вступил в силу закон, по которому начинается их лицензирование. Но в нашей области к этой работе не приступили. И не только в нашей, по всей России так. Не готова нормативно-правовая документация. Оправдывается департамент ЖКХ. И переводит стрелки на правительство. По информации, которая у нас есть, что до 15 сентября все документы Российской Федерации будут приняты. И мы дальше начнем работать. То есть понимание у нас есть. Мы создаем отдел в жилищной инспекции, который будет рассматривать эти документы. За лицензирование у прав компании будет отвечать специальная комиссия, в которую войдут как чиновники, так и общественники. Получить лицензию у прав компании должны до 1 мая будущего года. Возглавит комиссию Смолина лично. Кстати, от закона она не в восторге. Намекает процедура лицензирования не панацея от недобросовестных управляшек. Получить лицензию могут даже компании, у которых в управлении нет многоквартирных домов. А отобрать лицензию по этому же закону будет непросто. Александр Инин, Евгений Токарев, 6 канал. Уходит часть истории. Всем известное кафе-блинчики собираются сносить ради новой часовни. Какова дальнейшая судьба заведения? Найти ответ на этот вопрос сегодня пыталась Валерия Саенко. За этой кассой Валентина Николаевна проработала 33 года. Уверяет, атмосфера в блинчиках та же, что и десятилетия назад. Блины здесь считаются самыми вкусными, поэтому счет их ежедневно идет на сотни. Только за один выходной испекают и продают не меньше четырех сотен. Вот только секретами приготовления с вами не поделятся. Ну, вам в рецепт скажут, что будете дома печь. Никакого секрета нет. Никакого. У нас ни на дрожжах, ни на соде. У нас для них на молоке, на яйцах, на сметане. Закусочная с блинами стоит здесь уже 45 лет. Могла стоять и больше, но губернатор накануне объявила около блинчиков построить часовню. Рядом будет смотровая площадка с видом на клязьму. Закусочное место не останется. Уже в воскресенье на этом месте произойдет закладка первого камня для основания часовни. В этот день свою деятельность блинчики приостановят. Но какова будет дальнейшая судьба заведения, пока не знают даже его сотрудники. Я жалею целыми днями. Вас все-таки ломают, вас все-таки ломают. А куда вас перенесут, а куда вас перенесут, пока ничего не знаем. А между тем, владимирцы бьют тревогу. Откроют ли блинчики вновь и вообще, куда их перенесут. Неизвестность расстраивает. А ведь посидеть за порцией русских блинов для многих уже давняя традиция. Здесь и цены приятно радуют. И атмосфера ностальгическая. А куда ходить-то особо? Таких блинов ты нигде не поешь особо. Точно не в Макдональдс. Точно не в Макдональдс. Как будто вот Макдональдс не мешает. Мне кажется, блинчики никак они не могут помешать. Мне кажется, не знаю, закрывать их не стоит вообще. На протяжении 30 лет, как сестра из Минска приезжает, мы сюда приходим. Вот сегодня оказался такой день. И я думаю, последний раз, наверное, слыша разговоры в прессе и по телевидению, что кафе закрывают. Очень жалко. У всех свои планы, наверное. Только вот оказалось, что расстраиваться рано. Закусочная муниципальная значит в видении городской администрации. То, что кафе снова откроют, но на новом месте, уже известно точно. Общепиту дадут новое помещение, правда, меньших размеров, но тоже в центре. Мы сейчас проводим ряд мероприятий для того, чтобы действительно это предприятие, как оно существовало. Может быть, оно не здесь будет существовать. Мы сейчас подыскиваем место, прямо рядышком, можно даже уже сказать, нашли. Сейчас, когда уже пройдем все согласования, тоже проходное место. Буквально в 100 метрах здесь. Национальную кухню во Владимире хотят развивать. Блинчики в обиду не дадут. Но вот сколько придется сидеть без блинов, пока кафе будет переезжать, пока неизвестно. Валерия Саянко, Константин Миронов, Шестой канал. И последнее. Чиновники во Владимирской области продолжают присоединяться ко всемирно известной благотворительной акции Ice Bucket Challenge. Помочь больным боковым амиотрофическим склерозом обещал и глава округа Муром. Вызов Евгению Рычкову бросил глава администрации Владимир Андрей Шохин. По условиям акции вылить на себя ведро ледяной воды надо в течение суток. Шохин передал эстафету в понедельник. Но, как выяснилось, сегодня, в среду. Евгений Рычков этого еще не сделал. И теперь, по идее, по условиям акции должен отдать на благотворительность не 10 долларов, а 100. Рычков на это сказал, смотря с какого дня считать. Ну, на самом деле, понимаете, сутки с чего? Сутки с кономблился, сутки я об этом узнал. Я об этом узнал вчера вечером, да, мне позвонили с одной, значит, с самого интернет-сайта, да, и сказали об этом. Поэтому, собственно говоря, вызов-то я приму. Только не знаю теперь, как это там, в срок, не в срок. Ну, давайте деньги приведу, уж и так, и так сделаю. Я больюсь, и деньги приведу. Между тем, помимо главы администрации Владимира, в акции уже приняли участие исполняющий обязанности мэра Коврова Анатолий Зотов, глава Ковровского района Александр Клюшенков. Вызов также брошен сити-менеджеру Суздаля Александру Разову, вице-губернатору по социальной политике Михаилу Колкову, да и самой первой леди области. Эстафету Светлане Орловой отважилась передать ковровская журналистка Наталья Заболотная. На этом все. Я напоминаю, читайте еще больше новостей на сайте шестого канала www.6tv.ru А если вы хотите стать героем нашей программы, и у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 36 66 66. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин